Всем привет! Огурцы желтеют, засыхают, урожая, кот наплакал, тогда досмотрите это видео до конца и вы обязательно узнаете, как реанимировать огурцы в конце лета. Первое, на что стоит обратить внимание, это на состояние плети ваших огурцов. По моему опыту и убеждению, если огурцы интенсивно повреждены, например, вредителями в виде паутинного клеща или интенсивно повреждены болезнями, то тогда, к сожалению, реанимировать огурцы не стоит, потому что, как правило, такие огурцы не дадут достаточного количества урожая, который вы будете от них ожидать. Второе, что следует предусмотреть при реанимировании огурцов, это помощь в поддержании температурного режима. Огурцы это тропическая лиана, оптимум в солнечную погоду для роста порядка 30 градусов, в более пасмурную погоду 20-25. И ночная температура, когда огурцы хорошо растут, развивается, это плюс 18 градусов. Поэтому, если у вас огурцы растут в открытом грунте, то обязательно на ночь для смягчения перепадов температур накрывайте их каким-либо укрывным материалом. Если же у нас растения огурцов растут в закрытом грунте, то как минимум мы закрываем теплицу. И лучше предусмотреть дополнительный источник тепла, о котором мы уже говорили. А это пластиковые бутылки, заполненные водой, которые мы раскладываем по периметру теплицы. Днем вода нагревается, а ночью будет постепенно отдавать тепло. Таким образом, температура будет поддерживаться на уровне оптимальной. Третье, что нужно сделать с огурцами, это помочь корневой системе. Как правило, корневая система, она уже стареет. Старокорневые волоски, к сожалению, уже не так работают. И независимо от того, какие источники питания будут находиться в почве, чем вы будете подкармливать ваше удобрение, все равно старокорневая система будет не так интенсивно всасывать эти элементы питания. Поэтому обязательно реанимируем корневую систему. Для этого прольем ее обязательно каким-нибудь корнеобразователем. Проливать будем огуречник как по корневой шейке, так и в диаметре около полуметра от корневой шейки. То есть, вот на такой диаметр, как правило, расходится корневая система огурцов. И для того, чтобы активизировать рост, для того, чтобы ее немножечко реанимировать, пробудить, обязательно необходимо пролить вот на такую ширину от корневой шейки наши огурцы. Четвертое, на что следует обратить внимание, это листья и пасминки. Если мы находим старые листья, больные листья, листья, которые уже не привязаны никакому урожаю, то обязательно мы их удаляем. К сожалению, количество солнечного света постепенно сокращается, и наше растение начинает между собой конкурировать за улавливание солнечных лучей. Поэтому прореживаем, удаляя, как я уже сказала, все старое, лишнее, ненужное, а жившее, оставляя только молодое, сочное и зеленое. И если мы видим истончение плети огурцов, то тогда и ее прищипываем. В нашем случае плеть огурца достаточно ровно одинаковая по всему самому диаметру. Соответственно, у нее еще есть ресурс для того, чтобы плодоносить и радовать нас урожаем. Пятое, это профилактика грибных заболеваний. К сожалению, сейчас обильное количество осадков, поэтому это является хорошей средой для развития многочисленных грибных заболеваний. Поэтому обязательно с поливом предусматриваем профилактику в виде внесения биологических препаратов. Например, хорошо будет профилактировать и бороться с грибными заболеваниями биологические препараты на основе сенной палочки и триходермы. Шестое, это полив. Если мы говорим про защищенный грунт, то там значительно проще регулировать полив, поскольку мы сами поливаем наши растения и необходимо понимать, что интенсивность испарения уже не такая активная во второй половине лета, начале осени. Поэтому и поливы мы будем сокращать для того, чтобы не создавать ту самую оптимальную среду для развития грибных заболеваний. Поливать будем только теплой водой, только в первой половине дня, из расчета 5 литров под каждый корень в среднем раз в неделю. Если мы говорим про наши огурцы, которые растут в открытом грунте, то здесь, конечно, уже полив отрегулировать значительно сложнее, но мы можем помочь нашим растениям с этой лишней влагой, которая скапливается в прикорневой зоне. Необходимо поднять плейте, замульчировать всю землю, которая находится под нашими растениями. И таким образом мы будем создавать своеобразные условия для лучшего усваивания влаги почвы, для лучшего ее успорения, для лучшей работы почвенных микробов, которые будут эту влагу более интенсивно утилизировать. И обязательно, когда мы мульчируем, мы понимаем, что таким образом мы значительно сокращаем развитие тех грибных заболеваний, которые находятся в почве. Седьмое, на что мы обращаем внимание, когда желаем получить дополнительный урожай на нашем огуречнике, это подкормки. Как я уже сказала, корневая система начинает затухать. Пока она восстанавливается, или по какой-то причине вы не нашли корнеобразователь, мы переходим на подкормки по листу. Подойдут любые подкормки, которые будут содержать достаточное количество азота и калия, поскольку у нас огуречник еще продолжает расти, и ему надо как-то восстанавливать вегетативную массу. Если же мы видим такую картину, как пожелтение и отпадание завязи на нашем огуречнике, то тогда обязательно предусмотрим внесение такого элемента питания, как бор. Не лишним будет добавить в подкормки нашему огуречнику такой элемент питания, как магний. Магний тот элемент, который участвует в процессах фотосинтеза. Фотосинтез переводит все накопленные вещества из листа в огурец, соответственно, от магния напрямую зависит наш урожай. Поэтому, когда мы говорим о подкормках, то в первую очередь мы говорим о таких элементах питания, как азот, калий, бор и магний. Вариантов внесения этих элементов питания достаточное количество. Можно предусмотреть чередование минеральных и органических подкормок. Можно вносить комплексное минеральное удобрение с содержанием таких элементов питания, как бор и магний, и параллельно подкармливать какими-нибудь зелеными настоями или зольными растворами, которые будут содержать достаточное количество такого необходимого нашим огурцам калия. Ну а если корневая система восстановлена, огурец начинает активно расти, разрастаться, начинают отходить более мощные опасности, то есть корни заработали, то тогда можно вносить элементы питания с основными поливами. Рецепт для приготовления питательного раствора для подкормки наших огурцов по листу мы уже озвучивали в прошлом году на канале Процветок. В этом году мы также его дублируем и рекомендуем, поскольку рецепт действительно проверенный и схема рабочая. На 1 литр воды мы будем брать 1 грамм мочевины, 0,2 грамма борной кислоты, пол чайной ложки гумасодержащего соединения в жидкой форме. Также мы будем добавлять марганцовку на кончике ножа, обязательно использовать какой-нибудь прилипатель для того, чтобы питательный раствор задержался на листовой поверхности и в качестве профилактики развития грибных заболеваний не лишним будет внести биопрепарат на основе триходермы или сенной палочки. В этот питательный раствор можно еще добавить 5-6 капель йода и опрыскивать наши растения огурца по листу. Вести такую подкормку можно в среднем 1 раз в неделю в 10 дней. И завершающий восьмой пункт, о котором хотелось бы сказать в этом видео, это то, что необходимо огурцы снимать каждый день, для того, чтобы наш огуречник не получал сигнал к тому, что уже можно прекращать плодоносить, а для того, чтобы мы постоянно стимулировали образование и рост новых завязей. Спасибо, что посмотрели это видео. Всего вам хорошего. Оставайтесь на канале Портиток и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok